Угол зрения с Алексеем Мартыновым. Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. И на удаленной связи со студией политолог, доцент финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, приветствую. А у нас сегодня анонсы важных событий предстоящей недели. Да, некоторые события наступившей недели, на которые советуют обратить внимание. Алексей Анатольевич, начнем в хронологическом порядке. И сегодня в Берлине комитет Бундестага по обороне собирается на специальное заседание. Речь пойдет о деле, об утечке телефонных разговоров немецких офицеров, которые в том числе обсуждали, возможно, удары по Крымскому мосту ракетами Таурус германского же производства. Но, видимо, парламентарии будут разбираться, какая часть информации раскрыта, и как сказанное согласуется с заявлениями канцлера Шольца, что Германия, эти Таурусы дальнобойные, Украине отправлять не будет. Но, наверное, главный вопрос не почему, как все это утекло, а когда все-таки ракеты передадут. Бербок заявила, что вопрос фактически решенный. Будем через Великобританию поставлять. Ну да, и третий вопрос, который вытекает из этих двух, когда будет атаковывать Крымский мост немецкими ракетами? В руках этих, так сказать, не вполне нормальных, а я бы даже сказал сумасшедших людей, зеленские гоп-компании. Вот это хороший вопрос, правда? И я напомню, что дело здесь не только, вернее, даже не столько в каких-либо заявлениях канцлера Шольца или там какого-либо другого канцлера или политика немецкого. Я напомню, что после Второй мировой войны по итогам, так сказать, Нюрнбергского трибунала и ряда других международных соглашений, вообще-то ФРГ запрещено иметь наступательное вооружение. Наступательной армии в ФРГ по международным соглашениям быть не должно никогда. И то, что Бундесвер потихоньку-потихоньку последние годы начал, так сказать, подобное вооружение копить под, так сказать, молчаливое согласие из Вашингтона, об этом много говорилось и в экспертных кругах, и не только там наших, да, в том числе и немецких. Немцы сильно обеспокоены подобным поворотом событий. Кто-то еще помнит, чем закончилась прошлая милитаризация Германии в 30-х годах прошлого столетия, но многие уже и подзабыли. И вот даже риторика подобная, да, она выглядит, ну, более чем сомнительно. С точки зрения, еще раз, формы и самой сути сегодняшнего германского государства, я имею в виду Федеративной Республики Германии, да. То есть, если вот этот принципиально важный момент, да, выдернуть из фундамента германского государства, своего рода краеугольный камень, оно посыпется, оно посыпется, как карточный домик. Как бы ни казалось, как бы ни казалось сегодняшняя ФРГ одной из самых таких крепких государств в Европе, да, то есть лидирующих, там, помните, локомотив европейской экономики, где этот локомотив сегодня? Вопрос. Ну, явно не на запасном пути. Самое большое падение из европейских экономик, вот в результате этой русофобской вакханалии, да, и разрушения связей, и не только, кстати, в энергетике, претерпела именно германская экономика, которая находится в глубочайшем кризисе. И, собственно, с государством может быть то же самое, на самом-то деле. И это более, вернее, это гораздо более хрупкая конструкция, чем кому-то кажется, вот, так сказать, кто смотрит только на фасад. Поэтому я считаю, что очень опасные игры, опасные вещи разыгрывают вот Шольц и его группа, которые сегодня находятся во главе Бундесферы в том числе. И отмазки по поводу того, что вот старший приказал, или нам, значит, старик Байден это все транслирует, или Соединенные Штаты хотели бы, чтобы мы так делали, они точно совершенно не годятся для германского населения, для граждан ФРГ. Понимаешь? То есть одно дело там между собой, а другое дело сегодня придется отвечать перед всеми гражданами, которые вокруг себя все это видят. Я имею в виду немцы. Они видят, как у них все дрожает, они видят, как у них тают на глазах рабочие места, там, где они привыкли работать, да, как падает уровень жизни. Они все это видят и прямо связывают с этой вот глупой, если не сказать, идиотской политикой, которую проводят сегодняшние руководители. И сам факт того, что подобные люди, ну, как вот Шольц и вот его эта группа, оказались на вершине власти, говорит о том, что в самой Федеративной Республике Германии серьезные проблемы. Проблемы в том числе и с воспроизводством власти, которая должна действовать в национальных интересах. Ничего не хочу сказать плохого, ни про кого, но одно дело, когда речь идет о какой-то полубанановой республике, типа, там, не знаю, Молдовы какой-нибудь или Румынии, да, а совсем другое, когда речь идет о Федеративной Республике Германии, которая является чуть ли не, еще раз, фундаментальной основой, одной из фундаментальных основ Европейского Союза. И кризис ФРГ и разрушение государства ФРГ неминуемо влечет за собой разрушение всего Европейского Союза. Ну, я так предполагаю, хотя могу быть, конечно, неправым, не дай бог, чтобы так было. И пусть уж, наконец, они возьмутся, что называется, за разум и все это сами собственными руками поправят. Да, но, кстати, в четверг планируется вот этими воинствующими немецкими депутатами провести повторное голосование в Бундестаге по предложению с призывом к Шольцу все-таки немедленно отправить Украине вот эти крылатые ракеты «Таурус». И сегодня глава НАТО, Йенс Столтенберг, принимая Швецию в Альянс, сегодня в штаб-квартире натовской там поднимали флаг Швеции, флаг, который топтал еще конь Петра Первого. Но так или иначе Столтенберг сказал, что я приветствую поставки Украине дальнобойных ракет, но насчет реакции Шольца, пока что позицию Шольца он комментировать отказался. То есть Столтенберг и НАТО за разрастание конфликта, за дальнейшее втягивание Германии в этот конфликт. Ну да, понимаешь, там логика у них такая, что, дескать, ну, то есть, понимаешь, они же пытаются по себе мерить, да, и почему у нас диаметрально расходятся позиции по Украине и по тому, что там происходит, причем они начали расходиться довольно давно, потому что они пытаются мерить по себе, вот, а мы этих людей, я имею в виду соседей, да, знаем очень хорошо, особенно вот разные категории и страты этого украинского населения, которые вот периодически время от времени, да, там на протяжении последних нескольких столетий кидались вот в эти националистические, на грани нацизма мероприятия. Понимаешь, мы-то их знаем хорошо, мы родственники, да, то есть это как вот в одной семье, знаешь, все же прекрасно друг друга представляют и представляют, кто на что способен, европейцы пытаются мерить по себе, понимаешь, что вот это какие-то люди, которым мы вот дадим некую возможность, которую они никогда не используют, ну, просто сам факт того, что у них будут вот эти дальнобойные ракеты, усилят их какую-то переговорную позицию, ну, какая переговорная позиция? Эти дебилы первым делом, что сделают, это нажмут на кнопку, чтобы посмотреть, как это летает, понимаешь? Я уже молчу-то сказать про сегодняшние дни, мы же помним, как, допустим, израильский самолет был сбит в небе, ну, в смысле, не израильский, а российский самолет, который летел в Израиль, да, в небе над Одесской областью, ну, просто какой-то дурень, понимаешь, военные учения у них были, кнопочку нажало, что такого, понимаешь? Вот, это было все хорошо, вот, спокойно и мирно, и так далее. Что же сегодня с них ожидать? Сто процентов, понимаешь? И пошло-поехало, и понеслась, так сказать, душа в рай. И я могу вам с уверенностью заявить, что сам факт поставки подобных ракет повлечет за собой ряд очень жестких ответных мероприятий со стороны России, очень жестких. Вот, факт, не дай бог, применения этой ракеты, ну, я не знаю, ну, Германия, может быть, и, так сказать, сохранит свое как-то, я имею в виду, физическое присутствие, а вот некие островные государства точно под воду уйдут, как Атлантида, как в свое время предполагалось, так сказать, в соответствующей специальной литературе прошлого века. Идем дальше по политическому календарю. Во вторник, 12 марта, 12 же марта, во вторник, другая встреча. В Вашингтоне Джо Байден принимает президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра страны Дональда Туска. Прилетают в Вашингтон два заклятых соратника. Уже дошло до того, что якобы они на разных самолетах летят. Приурочена встреча к 25-й годовщине вступления Польши в НАТО, но и ожидается, что Байден, Дуда и Туск обсудят экономические отношения Польши с США, а также энергетическую безопасность. До недавнего времени Польша выступала таким вот единственным, скажем там, проводником, пыталась выступать единственным проводником идеи Вашингтона в Старом Свете, но сейчас ее несколько Макрон подвинул со своими более бредовыми идеями. Но так или иначе, каковы могут быть итоги визита Туска и Дуды в Вашингтон? Пишут, что якобы даже в жизни поляков начнется некий новый этап. Подтверждение статуса самого верного вассала Белого дома. Ну, начнем с того, что поляки сами себя назначили главным вассалом Белого дома в Европе. Помните, когда Трамп только приступил к своим обязанностям президента США и двинулся, значит, в европейское турнео, он проездом был в Польшу. Ну, как проездом? Буквально утром приехал, выступил на площади и уехал при огромном стечении народа на этой площади. А поляки вдохновились, сошли с ума. И тогда, помнишь, они даже начали строить Форт Трамп на своей территории за свой счет, что важно подчеркнуть, за свой счет. Ну, то есть, поляки вообще люди своеобразные, экзальтированные весьма. Вот. А этот вояж очень любопытен тем, что действительно это два непримиримых политических оппонента. Дуда еще пока президент, а Туск — это тот, кто, по сути, в результате парламентских выборов был номинирован и избран премьер-министром. Но Дональд Туск — тот, кто как раз Дуды и правил Польшей. И если за Туском стоят в основном, ну, как и приписывают, его европейская платформа, партия, и ему приписывается, значит, патронирование Брюсселя и структур НАТО, то Дуда, вот как консерватор такой, и так называемый ПИС, партия, значит, справедливости, это больше США к американским, причем даже республиканцам, да, так вот рифмовалось. Ну, не зря они так встречали Трампа в свое время. А тут по наследству вот это все польское, так сказать, хозяйство досталось Байдену. Ну, досталось и досталось. В любом случае Польша играет важную роль в украинском кейсе. Украинский кейс точно абсолютно будут пытаться свернуть в ближайшие месяцы. Я имею в виду, из Вашингтона идут недвусмысленные сигналы о том, что надо бы сворачивать, замораживать эту историю до президентских выборов. Там не зря столько переговорных инициатив, так называемых, да, там то Маск что-то там выступил, то вдруг Эрдогана опять активировали на какую-то там кнопку ему, его друг Мур из Ми-6 нажал, то, значит, Папа Римский вообще буквально на днях. Ну, то есть явно они почву готовят, и в этом смысле важна и позиция, и непосредственно роль Польши, а у них там идет взаимное блокирование каких-либо управленческих инициатив, то есть президент в жесткой конфронтации с правительством, соответственно, администрация президента с правительством, с Сеймом, ну, в общем, не до внутреннего кризиса сейчас Вашингтона в Польше, и я так предполагаю, что их обоих вызвали на ковер ровно по этому поводу. Да, но, кстати, Форд Трампа они так и не достроили, когда поняли, что не усидит Трамп в Белом доме, свернули всю эту идею, сказали, что, ну, ничего страшного. Сейчас уходим на новости. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов с нами в эфире.